Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Жорж Клерен. Жорж Жюль Виктор Клерен, родившийся 11 сентября 1843 года в Париже, занял место в истории французского искусства как гениальный портретист, жанровик, историк и художник-востыковед. Каждая отдельная гравюра, изображающая его несравненные работы, является данью его огромному таланту и художественному видению. Впечатляющие произведения искусства, созданные художником во время учебы в престижной школе изящных искусств Парижа под руководством одаренных учителей Исидора Пилса и Франсуа Эдуарда Питко, поразили мир искусства в раннем возрасте. С 1866 года он выставлял свои работы в парижских салонах, где ими восхищались как критики, так и любители искусства. Много путешествовал, черпал вдохновение в своем искусстве из каждого своего путешествия, будь то в Испанию с художником Анри Реньо и швейцарским скульптором Марчелло, в Италию с художником Фарсуа Фламенгом и Фланджаном Леоном Жеровым или Египетом с композитором Синсаном. Его путешествия отражены в его произведениях искусства, которые часто имеют восточный оттенок. Вернувшись из своих путешествий, он поселился в Париже, где продолжал создавать впечатляющие портреты жанровые и исторические картины. Один из его самых известных портретов – портрет Сары Бернард, с которым он поддерживал глубокую дружбу. Он нарисовал их как в домашнем, так и в циническом костюмах. Его наследие продолжает жить в бесчисленных репродукциях его работ, подчеркивающих его невероятное мастерство и уникальный стиль. Умер он 2 сентября 1919 года. Большинство количеств картин, акварелей и рисунков художников было распродано в ходе двух распродаж содержимой его студии в Париже 1920 года. Вот такие данные в интернете я нашел о французском художнике, гениальном портретисте, историке и художнике-востоковеде Жорж Клерен. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok